Мы, как никто, знаем цену вещам, которые окружают нас. Чтобы не случилось, мы – киевский картонно-паперовый комбинат. Цены всегда рядом. Новый этап войны. Где мы находимся? Версия главнокомандующего Залужного. Почему наше контрнаступление не продвигается так, как надеялись западные союзники? Россияне очень быстро учатся. Какие ошибки признает генерал и какие выводы делает? Скорее всего, мы увидим маневренную оборону в исполнении нашей армии. И главное, что нам нужно для победы и как же дальше будет двигаться фронт. Авдеевка, северный фланг. 47-я бригада ВСУ крушит очередную российскую колонну. Путинская армия уже почти месяц бросает в ад тысячи своих воинов и готовится зайти на третий круг контрнаступления под Авдеевкой. Так прогнозирует Американский институт изучения войны. Россияне изо всех сил пытаются сомкнуть кольцо окружения вокруг города. Сейчас у них на пути цель номер один – Авдеевский Коксахим. Настоящая крепость, выполняющая ключевую роль, прикрывает дорогу, по которой осуществляются поставки в город. Генштаб ВСУ также сообщает, что оккупанты усилили давление в районе Бахмута и пытаются вернуть утраченные позиции вблизи Орехова в Запорожской области. Неужели, несмотря на все безумные потери, россияне смогли перехватить стратегическую инициативу? Перехват стратегической инициативы – это понимание того, что противник имеет достаточно ресурсов для того, чтобы осуществлять какие-то широкомасштабные наступательные операции не тактического уровня, а значительно более высокого уровня. Таких сил у противника на сегодняшний день нет. Тогда какую иную цель преследуют эти бесконечные местные штурмы оккупантов? Они хотят кристаллизировать линию фронта, и с этим связана такая активность. Более того, они сделать не могут. Почему для них это важно? Потому что их задача – перевести войну в войну окопов. Именно опасность перехода к окопной войне – один из ключевых тезисов большой публикации главнокомандующего Валерия Залужного. Взрослые откровенные ответы на вопросы он дал одному из самых влиятельных в мире медиа – британскому журналу The Economist. В нескольких крупных материалах анализ фронтовой ситуации, в которой мы находимся сейчас. Ключевые проблемы, ошибки и главное предложение – что нам делать дальше? Как победить Россию? Как и во время Первой мировой войны, мы достигли предела технологий. Нам нужно что-то новое, как порох, который изобрели китайцы, и которым мы до сих пор убиваем друг друга. Сейчас, пишет Залужный, на поле боя сложилась потенциально опасная ситуация. Благодаря дронам мы видим каждый шаг друг друга. Никакого эффекта неожиданности быть не может. Кроме того, Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону и улучшила контрбатарейный огонь благодаря дронам «Ланцет». И главное – ее не останавливают беспрецедентные человеческие потери, как это было под Бахмутом, как сейчас происходит под Авдеевкой. Это была моя ошибка. Россия потеряла как минимум 150 тысяч погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Залужный признает, ошибся, считая, что высокий уровень потерь заставит Путина отступить. Потенциальное недовольство среди россиян он топит в безумных выплатах за увечье и смерти. Если так очень по-простому, я позволю себе такой пример. Жена какого-то бездаря-алкоголика, отправив его на фронт и получив за него компенсацию, она превращается из Люмпина в почтенного члена российского общества и жену героя, погибшего на войне, с получением всего диапазона материальных благ. Россия, разбазаривая, растрачивая ресурсы налево и направо, она может себе позволить такую роскошь на определенный период времени. Следовательно, поток российских солдат так быстро не иссякнет. Но мы своих бойцов бережем. Поэтому нам важно иметь достаточный ресурс артиллерии. Возле Авдеевки и не только. Если у украинской армии будет достаточное количество артиллерийских средств и боеприпасов к ним, то те 600 метров, которые ныне отделяют террикон от Авдеевского коксахима, это будут непреодолимые 600 метров. Если у украинского войска будет не хватать артиллерийских снарядов, то, скорее всего, мы увидим маневренную оборону в выполнении нашей армии. Но если бы дело было только в снарядах и только в Авдеевке, написал бы тогда залужный свою статью. Россия не зря стремится перетянуть ситуацию к окопной войне. То, что военные специалисты называют позиционной формой. Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для вооруженных сил Украины, так и для государства в целом. К тому же это выгодно противнику, который всячески пытается восстанавливать и наращивать свое военное могущество. Для прорывов нужно найти способы дестабилизировать российскую оборону. А нужно, прежде всего, более эффективное оружие, больше его и больше внимания на высокотехнологичное оружие. Потому что большинство знает и понимает, что россияне очень быстро учатся. Например, какое преимущество у нас было по дронам в определенный период. Сейчас россияне практически свели его на нет. Следовательно, чем дольше будет продолжаться война, тем больше шансов будет у российского оборонпрома на восстановление. Поэтому делает вывод залужный, силы обороны Украины должны продолжать навязывать россиянам свои сценарии. Но для этого требуется технологический прорыв. Для западных партнеров, экспертов и лидеров залужный определяет очень четкий план действий, что нужно ВСУ для движения вперед. Наши стратегические потребности – это завоевание преимущества в воздухе, возможности для быстрого преодоления минных полей, эффективная контрбатарейная и радиоэлектронная борьба, создание и подготовка резервов. И самолеты здесь, на первом месте. Знаете почему? Потому что у союзников это воздушные компоненты являются основой их обороны, основой их ударной мощи. Именно поэтому и здесь есть возможность нарастить серьезный этот компонент. Речь идет параллельно об усилении радиоэлектронной борьбы, потому что это стало очень серьезным фактором, который кардинально меняет правила игры на поле боя и делает эту войну чрезвычайно дорогой. Но это только инструменты. В вопросе создания резервов можно пойти по пути более широкой мобилизации, а можно тщательно подбирать людей в армию. И готовить их нужно за границей, потому что в Украине учебные центры могут оказаться под ударом. Запросы Украины на технику изменились. Раньше требовались танки, но это время ушло. Поэтому ключевое, на чем акцентируют заложные – авиация, рэбы, снаряды, технологические инновации – нужны Украине сейчас, а не завтра. От скорости реакции наших западных партнеров зависит ход войны. Потому что с чем столкнулась украинская армия во время подготовки масштабного наступления кампании «Весна-лето» этого года. Мы делали запрос на соответствующий комплект вооружения и военной техники, и мы впоследствии его получали. Но гораздо позже, чем на это рассчитывали. Поэтому и наше наступление началось гораздо позже, чем изначально планировалось. И, соответственно, враг имел возможность тщательно и качественно подготовиться к украинскому наступлению. Издание «Заэкономист» имеет такое влияние, что к нему прислушиваются на самом эвересте мировой политики. Почитали уже и в Белом доме. Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Украина определяет, что ей нужно для победы. Ибо, по факту, является лучшим военным экспертом в мире и готова сражаться с агрессором. Не все в этой беспрецедентной полномасштабной войне идет по плану. Работа над ошибками нас усиливает. Главное, чтобы западные партнеры не сбавляли обороты. Павел Васильев специально для «Марафона» на телеканале Freedom.